Девушки отдыхают Можем мы перейти к Девушке? Мы приносим свои извинения А, суперстрайкеры Рад, что вы пришли на нашу генеральную репетицию Конечно, без проблем Скорее бы посмотреть Надеюсь, будет не скучно У нас тут вчера была пресса И они были в восторге Это будет очередной хит Если кто-то там Громко крикнул гол Это мир суперстрайкеров Это футбол Что? Суперстрайкеры Мюзикл-страйкеры Я мяч ногой ударю Футбол Все его знают Флэм, да! И все мы вместе как один Вот шейкс, и он нам нужен Он молод и послушен Ого! С ним мы точно победим С ним мы точно победим Ах, наконец-то закончилось О-оу! Но искать на поле места Начал я в далеком детстве Сынок, ты готов? Да. А ты? Ни один матч не пропустил. И в девятку я точно бил. Потому что верил ты в меня всегда. Не расстанемся мы никогда. Послушайте, ребята, я рад, что мы победили. Но не время почивать на лаврах. Ой, сейчас покажут меня. А, нет, опять облом. Все меня на части рвут. И всегда вот этот парень тут. Все награды, кубки все. Как важны и нужны вы мне. Но признаюсь, все чаще вижу я сон. Где играю на лужайке. Босиком футбол с отцом. Готов? Ну а ты? Подловил. Я всегда буду рядом, Шейкс. Как прекрасно. Я чувствую, как внутри меня поднимается радость. Я тоже чувствую, как что-то поднимается. Мой обед. Это был кошмар. Даже я вышел ужасно. Да как вы смеете. Извините, сэр Бринкли, но это совсем на нас не похоже. Я себя вообще не узнал. Вы почти во всем ошиблись. В футболе нет слэмданков, чувак. Да, вы бы хоть подготовились. Кому есть дело до вашего мнения? Сэр Гевин, вам есть до этого дело. Без их согласия вам запрещено использовать их образы в постановке. Мне нужно их согласие? Слушайте, ребята, пусть сэр Гевин делает свою работу. Нам нужно готовиться к матчу с Юнайта. Я согласен с мужчиной в сером костюме. Сделайте, как он просит. Не было темно. Мы не дадим согласия. Это просто ужасно. Будто вы смогли бы сделать лучше. Да, это гениально. Пусть суперстрайкеры расскажут свою историю. Это ведь они выходят на поле, чтобы забивать пасы, давать слэмданки и так далее. Разумеется, я напишу музыку, но текст пусть придумают сами. Любопытно. Сможем верно подать историю? О, и сделаем более крутое! Крутое! Даже не обсуждается. Да ладно, тренер, вы правда хотите, чтобы вас показали вот таким? Слушайте, ребята, можно и лучше. А, минуточку вашего внимания, друзья. Ладно, но пусть меня играет кто-то другой. Сэдрик, ты уволен. Нет, Гевин, эта роль могла стать для меня прорывной. Шоу-бизнес. Винс, ха-ха-ха, зацените. Суперстрайкеры будут так заняты насвистыванием мелодий из мюзикла и раздачей автографов, что мы легко их размажем. Возможно. Но лишнее внимание может добавить им уверенности. Что ж, компания Бринкли прислала нам билеты на вечер премьеры. Ха-ха-ха. Можем попробовать ее для них испортить. Я не против того, чтобы правдиво преподнести историю в мюзикле. Парни, но нельзя забывать про подготовку к матчу. Сто процентов. Это музыка для моих ушей. Сидите, моя служанка откроет. Сэр Гевин Бринкли. Матерь божья золотое фортепьяно. Ой, да это фигня. Чисто для показухи. Можем это исправить. Шейкс, может, ты начнешь? Где я ошибся в твоей личной истории? Ну, во-первых, как отец мог ходить на все мои матчи, если он пропал на горе Килиманджаро, когда я был ребенком? А, понятно. Мы с Джомо и Винсом вместе играли в футбол. Джомо был самым талантливым. Но он исчез до того, как смог реализовать свой потенциал. Но он долгое время учил Шейкса играть и передал ему свой коронный удар. Да, он научил меня всему, что я знал. Ну, до шести лет. Отлично. Это любопытно. Он научил его всему. Учил отец меня. Да. Шнурки завязывал ему. Еще научил. Удару через себя. Прыгай с бьющей ноги. И свой шанс не упусти. Но время-то уже прошло. И мне уже не шесть. Отец пропал давным-давно. А я тот, кто я есть. Молодец, Джейкс. Может, у нас и правда получится? У нас точно получится. Отлично, ребята. Видите? Так мы и продолжим. Будем дописывать на ходу. Импровизировать. Не вопрос, чувак. Сделаем это потрясающе. Кто следующий? Я однажды осьминога победил. Молодец, что не забыл. А тайгер крутится юлой. Зато все любят голос твой. Браво. Наш капитан в подлодке плыл. Блок с собою в схватке был. Я люблю безумно, Штрудель. Я послушный стал, как Пудель. Спайк и Бигбой. Рудые враги. Джейкс у нас. Легенда, чуваки. Каждый из вас хорош, но в единстве сила. Раз, два, три. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Хорошая работа. Осталось дописать пару песен. Знаете, я никогда не мог заставить актеров так же усердно работать. О, нам не привыкать. Внимание, парни. Собирайтесь на тренировку. Выезжаем через десять минут. Теперь я понял, о чем вы. Шейкс. Да бегу я уже, ребята. Подождите вы. К тебе тут кое-кто пришел. Давно не виделись, Шейкс. О, привет. А вы кто? Я... Я отец Шейкса. Ладно, Джому. Как ты нас нашел? Вчера я читал газету и наткнулся на статью о вашем мюзикле. Три звезды от Арти Фарти? Хм, с новыми песнями они поставят нам пять. Упоминается детство Шейкса. Да, много ошибок, но пока я читал, нахлынули воспоминания. Случился инцидент, после которого я все забыл. Горак или Манжаро? Шейкс сказал, вы там исчезли. Последнее, что я помню, треск и падающий камень. Когда я очнулся, то был погребен под снегом и сильно обмерз. И вы выжили! Легендарно! Похоже, я прокопал себе путь наверх. По крайней мере, так мне сказал парень, который меня нашел. Шейкс. Прости, я ничего не мог вспомнить, но теперь я помню. Так ты называешь эту стратегию воронка? Да. И? Мы начинаем атаку медленно, с контроля центра, используя всю ширину поля. Главное здесь аккуратные пассы. Полузащит идет по флангам, встречается в центре, и после этого один из них отдаст пас Шейксу. Воронка заканчивается на нем. Удар через себя. Ты ведь знаешь, кто его этому научил? Крутой удар, чувак! Да, отличный финиш. Но это большая ответственность. Справишься с ней во время матча? Конечно, не вопрос. Молодец, сынишка. Классика. Удар в ноги. Ты хотел сказать между ног. Наверное, у тебя в голове перемешались части игровой терминологии. Но чего футболист никогда не сможет забыть, так это управляться с мечом. Ну же, покажи нам, что умеет Джому. Эй, что это значит? Предлагаешь мне выступать как цирковое обезьяне? Ты ничего не обязан делать. Тебе и так досталось. По правде говоря, я не могу играть, как прежде, после нападения львов на сафари. Кажется, правда ли, вы сражались с разъярённым львом? Нет, она просто защищала львят. Я работал гидом и усадил туристов в джип, но во время этого повредил лодыжку. Вы спасли людей. Это очень круто. А ещё есть история? Ну, хватит. Продолжим тренировку. Это звучало не идеально, но есть над чем работать. Ужин готов. Что? Я люблю, когда нарезано. Это странно. Даже я считаю это странным. И зачем тебе не проливайка? И это старое одеяло. Одеялка мне нужно, чтобы согреться, а не проливайка, чтобы не пролить яблочный сок. Эй, Джому, расскажите ещё историю о ваших путешествиях. Да, точно! Ладно, но это скорее забавная история у донтиста. Это было в тот день, когда Шейкс подбежал ко мне с криками «Папа, папа, у меня тут выпал зуб!» Ох, видели бы вы эту улыбку, он... Хватит! Пожалуйста, просто хватит! Я не знаю, кто ты такой, но мне кажется, тебе лучше уйти. Ладно, я понял, что сильно навязываюсь, и я готов уйти, если Шейкс не против. Я... Прошу прощения. Я... Я поговорю с ним. Десять? Но мистер Матадор не снимается в рекламе меньше, чем за двадцать. Угу. Ага. Хватит мне вешать лапшу, Нил! Пересчитайте всё заново, и я хочу поговорить с Эллисон! Я не помню ни одной игры, что были у меня, где на трибуне был бы ты, ну а на поле я. Ты прости меня, сынок, что я тогда пропал. Я никак понять не мог, кем ты, папа, стал. Все дни рожденья пропустил. А я ждал тебя каждый год. Но помню я, я не забыл. А я тебя забыл, так что вот. Молю, чтоб ты простил. Я не хочу, чтоб ты грустил. Можем всё начать с нуля. Ты помнишь, как в моём авто? Я сидел маленьким у руля? А помнишь, как учил тебя? Тому удару через себя. Да, прыгай с бьющей ноги. И свой шанс не упусти. Значит? Воспоминания ещё. Все живы у меня. Давай всё начнём с нуля. Давай всё начнём. Давай всё начнём с нуля. Хм, ты круто играешь на гитаре. Как и ты на клавишах. Может, это семейная? Я пойду. Но мы ведь увидимся на премьере, да? Ни за что её не пропущу. Хе-хе-хе. Шейкс вот-вот разрыдается. Что ж, ты отлично сделал свою работу. Спасибо, что дали мне много информации. Наверное, вы дружили с его отцом, да? Сам знаешь, как говорят. Держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Хе-хе-хе. Ну ладно. Нужно спускаться. Не хочу пропустить начало. Ты не будешь смотреть выступления. Бери деньги и сваливай с города. Но я сказал Шейксу, что приду. Обещать можно что угодно. Стойте. Хорошо. А теперь слушайте, ребята. Давай всё начнём с нуля. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Как классно! Получилось реально круто! Всё благодаря Кевину Бринкли. Сэру Кевину Бринкли. Я так вдохновлён. Да, мне прям в футбол поиграть захотелось. Скорее бы завтра одолеть Инвинцибл Юнайтед. А, Шейкс? Ох, педалага, Шейкс. Папочка тебя подвёл? Хе-хе-хе. Ну ничего. По-настоящему он разочаруется, когда увидит завтрашний счёт. Всё идёт чётко по сценарию. Бра! Молодцы! У-у-у! 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 Шейкс! У-у-у! У-у-у! День матча в Страйкерленде. И сцена готова к эпическому выступлению. Своим мюзиклам Супер Страйкеры произвели фурор. Но смогут ли они сделать это на поле? У-у-у! У полузащитники идеально проходят центр поля. У Джо делает передачу к воротам. Теперь дело за Шейксом. Ну же. Бей по воротам, Шейкс. Но ему не хватило высоты в ударе через себя. Помочь вам ещё чем-нибудь? Вызовите такси до аэропорта. Конечно. Сейчас я. Комната 5.14? Вам сегодня кое-что пришло. Билет на футбольный матч. Шейкс прислал его лично. Мы всё ещё можем начать с чистого листа. Это не для меня. Вас зовут Ниджома? Просто вызовите такси. Тренер, пожалуйста, замените меня. Я всё порчу. Прости, но ты должен постараться, Шейкс. Шейкс, ты где? Что, уже не берёшь высокие ноги, Шейкс? Дома, посуй мне. Вы в этом уверены, тренер? Похоже, ему сейчас тяжело. У Шейкса проблемы с уверенностью в себе. Если его заменить, станет только... Чувак, если у тебя нет настроя, ты не сможешь хорошо подпрыгнуть. Но ничего страшного, мы всё понимаем. Да, нам жаль, что твой отец не пришёл. Он не мой отец. Мой отец пришёл бы, верно? А я ему даже билет на игру прислал. Вот дурак. Шейкс, к тебе посетитель. Ты получил моё сообщение? Извини, Шейкс, но я не твой отец. Что? Чувак, начинай говорить и живо! Я обычный актёр. Меня наняли сыграть роль. Кто тебя нанял? Это были ребята из Инвинсибл Юнайтед. Они мне всё рассказали о Джома. Стоило догадаться. Единственный, кто знал Джома лучше меня, это Винс. Джо и Винс были друзьями? Шейкс. Мы сильны. О, привет. А вы кто? Никто, Клаус. Он уже уходит. Слушай, я знаю, я для тебя посторонний, но будь я твоим отцом, я бы очень гордился. Очень жаль. Надеялся, что у нас следует твой музыкальный талант. А, да я всего пару аккордов знаю и импровизирую. Сэр Гевин одобрил бы. Знаете, мы ведь тоже можем импровизировать, да, ребята? Блок, задарим. О, я понял, что вы задумали, ребята. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Мы сильны, лишь когда мы вместе. Лишь когда мы вместе. Прыгай с плющей ноги и свой шанс не упусти. Вы трое! Закройте Шейкса! Скоро прозвучит финальный свисток, а счет равный. Сможет ли одна из команд забить решающий гол? Как предсказуемо. Он летит к мячу, но его блокируют. Защитники упускают из виду Эль Матадора. Так, держать, господин Матадор. Это выступление. Что это вообще за удар через себя? Иногда нужно импровизировать, приятель. Кто забил решающий гол? Теперь я вижу мюзикл про Эль Матадора. А как насчет мюзикла про горничную Гарсию? У меня хорошее предчувствие. Слезы так и наворачиваются. Любопытно. Но я требую гонорар. Что? Мы договаривались. Обещать можно что угодно, верно? Эй, спасибо, что сказали об отце. Вот бы он тебя сегодня видел. Да, похоже, пора это принять. Он уже не вернется. Ха, бедняга. Никогда не увидит своего отца. Ну, иногда врагов нужно держать близко. А иногда очень-очень далеко. О? Так вы знаете, где его отец? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА